Ура, ура, ура! Пришла ко мне посылка, но сразу у меня возникает вопрос. Вопрос у меня возникает следующего характера. Ну, во-первых, на кой ляд ты пошла через Екатеринбург? Это не самый ближний конец, не самая ближняя наша таможня. Вопрос номер два. Кто-кто в Екатеринбурге живет, кто-кто ко мне в посылку залезал? Залезал ко мне в посылку оператор СЦ первого класса с оператором СЦ первого класса. Была у них камера Nikon Coolpix S33, даже инвертурационный номер у них был, и весы. Было им предъявлено вот это вот отправление, они его вскрыли. Очень сильно надеясь, что руки они перед этим помыли. Руки они, надеясь, перед этим помыли. Все они это дело описали, сфотографировали, гамма-лучи проверили. Вот фотография того, что внутри находится, сделали. И отправили ко мне. Ну, будем скрывать, проверять, на самом ли деле ничего не пропало. Кстати, а где мой нож? Пойду за ножом. Нож мой оказался гораздо ближе, чем я думал. Ну, давайте еще раз посмотрим, да? В скрытии у нас произошло только то, что опечатано Екатеринбургской почтой России. Давайте посмотрим, что внутри. Причем этот телефон, ну, я уверен, нотификацию ФСБ еще не прошел. Это абсолютнейшая новинка. Я надеюсь, там не два кирпича. По черно-белому фото ничего не понятно, что там в итоге они назад положили. Вот так вот они это вскрыли. Сбоку раз. И вот так вот они это вскрыли. Сбоку два. Ну, теперь это вскрыли мы. И давайте посмотрим, находится ли внутри то, что нам отправлял продавец. Нет, видите, все-таки не мыли они руки. Нифига, гады. Перед тем, как все это дело вскрывать. Да, внутри находится телефон номер раз. Внутри находится телефон номер два. Чудесно. Телефоны на месте. Компоновка. Предварительно на месте. Могли, конечно, они там наушнички поднарезать. Но мало это вероятно, конечно. Молодцы, честные сотрудники работают на почте. Все хорошо. Все предварительно на месте. Ну, раз все на месте, давайте все-таки посмотрим поближе, что же такое нам пришло. Пришла к нам новинка. Не знаю я, будет ли это регулярным товаром или нет. Первое знакомство. Вы уже могли видеть видео. Значит, я его выкладывал сейчас. Наконец, я закончил тестить другой телефон. И вот как бы я перешел на эту модель. Скоро смогу вам рассказать мое мнение о ней. О нем. О ней. О модели. О ней. Ну, смотрите. Я даже не знаю. Вот этот цвет, по-моему, просто шикарен. Вы видели как-нибудь телефон такого цвета? То есть, вот он черный. Такой. Немножко матовый. И вот он. Iron Blue. Железно-голубой. Он называется. Железно-голубой он называется. Спереди он абсолютно одинаковый. Ну, следы остались. Это потому, что здесь прохладно. Я на балконе снимаю. Здесь прохладно. Вот это вот сейчас мне нужно будет отдать человечку. Кстати, там и мы это не перепутали. Вот. Он очень его ждет. Хотя, в принципе, запас по времени у него есть. Восьмое марта. Будет чуть попозже. Ну, вот тут он говорит. Хочу, 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 хочу. Дай. Я говорю, ладно, хорошо. Пойду открою. Дам. Все. Значит, сейчас сделаю фотографии телефонов. И, собственно говоря, еще раз, ребят. Очень скоро буду делать обзор на телефон. Пишите, да, что вы хотите в этом обзоре увидеть. Телефон предварительно достаточно интересный. Характеристики у него веселые. 4 гига оператива, 64 устройки. Камера. Самсунговский глазок интерполяция до 18 мегапикселей. Изюминка, да, это аккумулятор 6000 мА. Некоторые его ругают. Ну, вот, например, ну, сканер отпечатка, естественно. Например, я пользовался этим телефоном. Вот у меня заканчивается второй день после подзарядки. Давайте посмотрим данные. Ну, заявляет, что примерно еще на 6 часов. При этом, там, времени 9 вечера. То есть, однозначно, мне этого телефона при всей моей нагрузке, да, которую я на него дал, на 2 дня мне его хватит. Да, Lenovo Vibe P1 5000. Мне на второй день, ну, не хватало, вечером примерно, там, часов в 6 он говорил, дружище, я устал, все, кирдык, ну, я не отключаю ни Wi-Fi, ничего, достаточно сильно мучаю телефон. Там, игрушки, не игрушки, там, прочие вещи. То есть, аккумулятор худо-бедно, да, 2 дня, в моем случае, живет, ну, это достаточно хорошо. А в остальном, ну, ребят, да, давайте дождемся обзора, я с ним сейчас похожу, поближе познакомлюсь и смогу рассказать. А пока, я думаю, наверное, вам запущу сейчас видеоряд с его картинками, посмотрите, полюбуйтесь, там, какие-то цифры будут написаны. Ну, и на обзоре увидимся. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok